здравствуйте друзья доброе утро из кремниевой долины калифорнии с вами михаил портнов и сегодня мы поговорим о об использовании услуг посредников в оформлении заявки на участие green card лотерея безусловно есть люди которые сами затрудняются заполнить эту форму хотя надо сказать что с точки зрения ну вот сколько там есть полей в этой формочки и какой сложности там информация но я 99 процентов людей если они скажут себе надо заполнить они смогут пойти и заполнить но ничего там нет такого но имя фамилия год рождения там где родился и так далее конечно иногда возникают там вопросы вот но это только от того что инструкцию не читали внимательно то есть скажем возникают вопросы ну а вот я я только родился в узбекистане а так я жил все время я не знаю в туркмении так я что должен писать играть от туркмении или все-таки от узбекистана но инструкцию прочитает там написано что играешь либо по стране рождения собственной либо от страны рождения супруги но или супруга ну 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 то все написано но но правда бывают люди у которых затруднения они сомневаются они мнительны они не уверены там еще на английском языке понимаете и так далее а как а как а как записать фамилию вот как записать букву же да вот он жданов как будет жиданов вывод что изи эйч или там можете еще как-нибудь найти и пошло и поехал безусловно возникает идея значит где найти какого-то ассистент помощника который ну просто реально поможет мы мы сейчас не говорим о том что можно ходить на форум и читать как там люди объясняют можно смотреть видео там тоже все объясняют ну вот ну вот нужна помощь бывает ну ну правда бывает и я не хочу сейчас вот как бы чтобы мне говорили что вот есть естественный отбор и человек который не может форму заполнить ему в америке делать нечего я с этим не согласен это разные вещи совсем тем не менее проблема помощников вот в чем если это помощник который сел с тобой и помогает тебе заполнить эту форму то это нормальный помощник ничего такого там в этом нет но сколько там за это возьмут это очень хорошо делают турагентство вот да те самые ребята которые помогают в оформлении там виз путевок там всяких для путешествий вот они хорошо делают туроператоры турагенты я не помню там были цифры какие-то сколько там за это люди берут денег ну грубо так говоря 50 долларов там за заявку но в конце концов если нужна помощь пойди сядь с ним там у его компьютер и заплатить 50 долларов они это качественно сделал особенно те кто говорят тебе мы это делаем мы это часто делаем в том году делали и так далее поди к ним есть особая форма изощренная когда люди пытаются заработать не на то чтобы помочь вам заполнить заявку а на том чтобы заполнять без вашего иногда даже участие таскать знания вами что они это делают они заполняют на вас эти заявки ставят там свой адрес и когда то есть вы не получите никакого извещения никогда все это придет к ним не по почте придет но они знают обычно это электронно все проверяется и когда они узнают что ваш номер выиграл так сказать ваша заявка выиграла они к вам подкатываются и говорят ты знаешь чего вот у тебя есть такое дело там буквально там скажем 5000 долларов и она твоя мы тебе ее отдаем тут есть тонкость значит да мало того они еще играют из года в год вот не то что они с тобой там раз отыграли и все они продолжают заполнять вот есть люди которые там когда-то однажды к кому-то пошли что-то им там заполнили а после эту через пять лет им гать вы знаете у вас выиграла заявка тут есть некоторая тонкость значит и тонкость это состоит в том что по правилам лотереи когда вы заполняете заявку есть вещи которых делать нельзя например по правилам лотереи нельзя использовать одну и ту же фотографию если вы в прошлом году пользовались какой-то фотографии там есть по определенным правилам сделано то вы не можете второй раз использовать эту фотографию такая такая вот история и эта фотография там электронно присутствует то есть как бы технически проверить была ли она там или нет это вопрос просто но никакой один щелчок и все и все и все видно я не знаю как они на практике это делают но но в техническом плане это задача не никакая очень простенько есть еще момент допустим вы пять лет назад попали к таким людям они продолжают за вас играть за эти пять лет у вас скажем был ребенок который раньше был до 21 года одного года теперь после 21 года и уже не нужно на него заполнять заявку больше того вас могли родиться дети и не внесение в заявку ребенка который появился ее полностью дисквалифицирует то есть это точно так же как в так использование фотографии и и дисквалифицирует таким образом с точки зрения того кто делает это тысячами эти самые заявки ну где-то но там вот может быть сработает там как того то что то там заработает с точки зрения вас если вы хотите реально участвовать в литерее выиграть и так далее с вашей точки зрения это не путь потому что там очень много мусора такого да и и вам оказаться в этом мусоре выкинутым не хочется более того система так устроена что вы никогда не узнаете реально вы сыграли или вас отсеяли и на какой стадии вас отсеяли то есть единственная стадия на которой вы будете знать что вас отсеяли это когда вас пригласят на интервью о вот и вы его не пройдете и вы будете знать что вот вас отсеяли на интервью все остальное когда вас отсеют за фотографию за не внесение там родственников там и так далее и так далее все эти стадии вы знать не будет ну вы будете знать что что-то там не произошло в общем такая такая вот история поэтому очень часто да еще и опасность есть там когда-то вы там не знаю пять лет назад кто-то за вас заполнял агентство такое дальше они продолжают заполнять но вы об этом даже не знаете вы продолжаете сами активно таскать участвовать пойду-ка я заявочку заполню вы ее сейчас заполнили они параллельно с вами тоже заполнили дисквалификация поэтому помощь помощи роза не так и мой мой совет такой значит если нужно воспользоваться помощью и я не абсолютно не не настаиваю на том что это занятие бесперспективно почему нормально бывает надо и просто пойдите к лифту в турагентство к туроператору может быть каком-то вот и который специализируется может быть там на каких-то там поездках в сша вы можете им позвонить спросить там допустим насколько у них набитая рука по части вот заполнение вот этих форм у людей спросить на форумах спросить в конце концов ну что же информация же есть и просто пойти к ним и заплатить там сколько стоит и все на один раз не не больше того если вы когда-то раньше умудрились попасть в прошлых розыгрышах кому-то кто может продолжать это делать и сегодня параллельно с вами независимо от вас и так далее сделайте все чтобы это прекратилось чтобы они больше вас не не включали ни в какие заявки не с вашего ведома не без вашего ведома никак не со старой фотографии не с новой фотографии и ну ну правда значит если вы не будете эту линию контролировать то вам хана просто вот вот на этом месте закончилось вы можете сказать себе хорошо ребята вы продолжаете делать я вам доверяю я вам каждый год там даю какой-то апдейт да тут у меня фотография поменялась вот вам фотографии тут у меня ребенок родился такие такие то данные конечно ну конечно это это естественный ход вполне разумный но вы должны контролировать если вы не контролируете в этом месте все поэтому как бы естественный отбор да вот вот кто-то контролировал а кто-то вот отдался так сказать воле проведения в виде людей недобросовестных которые просто шпарят там зная что это все как бы рискованные ничем хорошим кончится не может и так далее но им по фиг так что вот я такой совет вам хотел дать ну и конечно читайте читайте форумы ну в данном случае форум говорим про вес первая ссылка под каждым видео это форум говорим про вес где обсуждаются все вопросы и там есть ответы на все вопросы там есть это и кьюк до часто задаваемые вопросы и ответы на них там там все есть поэтому если вы хотите сами покопаться в информации слава богу есть места смотрите наш канал подписывайтесь и что все было хорошо счастливо а